Проход на территорию Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический должен стать свободным и бесплатным. Такую позицию высказал депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Белик. В ходе встречи с руководством музея и севастопольским благочинием в четверг он настоял на том, что этот вопрос должен быть рассмотрен на федеральном уровне. Для этого мной направлены соответствующие обращения, письма. Направлены они и министру культуры, направлены они и митрополиту Тихону Шевкунову, как руководителю Ленгстана. Как он правильно называется? Подскажите мне. Ипорхиального совета по культуре. Да, ипорхиального совета по культуре. Дмитрий Белик подчеркнул, вопрос со свободным доступом верующих к Свято-Владимирскому собору является решенным. Есть администраторы, которые благодаря системной общей работе благочиния музея обеспечивают этот проход. Но работа дальше продолжается. Осенью 2018 года музей вернул практику взымания денег за вход на территорию. Билет для приезжих сейчас стоит 100 рублей. Дмитрий Белик подчеркнул, что вход должен быть бесплатным. Для этого я буду просить и добиваться того, чтобы была выделенная субвенция, которая покроет выпадающие доходы музея. Что же касается инцидента, произошедшего 6 января, когда в канун Рождества верующие не смогли попасть на службу в Свято-Владимирский собор, то, судя по всему, он исчерпан. Музей также несет большую ответственность за то, чтобы не происходили больше такие резонансные случаи, которые были у нас 6 января, и мы не снимаем с себя этой ответственности именно. Осознавая ее, нами были приняты, как уже Дмитрий Анатольевич сказал, и административные решения, и кадровые решения. Исполняющая обязанности директора музея-заповедника Елена Морозова пообещала, что прихожанам будет дан зеленый свет. Верующие будут на территории музея, как проходили, так и проходить, и в будущем абсолютно свободно. И мы сделаем все от себя зависящее, чтобы им было здесь комфортно, чтобы они чувствовали себя как дома.